Это полигон в школьном под Симферополем. 16 команд, представляющих крымские органы правопорядка, взяли в руки автоматы Калашникова. К счастью, мотив открыть огонь спортивный. Тут проходит очередной этап спартакиады. Лишь неделю назад и участники тоже стреляли тогда из пистолетов Макарова в тире. Теперь на открытом пространстве и расстояние до мишени значительно больше 100 метров. А как крымчане владеют еще лучше, чем ПМ, уверяют руководители республиканского Динамо. Конечно, мы держим в уме то, что сборная у нас и будет выезжать, и выезжала в прошлом и позапрошлом годах. Но думаю, что мы не поедем в этом году. Однако уровень наших стрелков из автомата, он выше, чем из пистолета. Поэтому мы надеемся на то, что результаты будут хорошие. Участники выполняют два упражнения. На первом этапе стрельба идет из трех положений. Лежа, опираясь на колено и стоя. Сначала судьи дают всем соревнующимся пять минут на пристрелку. Затем 10 минут огня, уже без права на ошибку. В первой группе состав участников «Звездные» тут свои силы пробуют чемпион мира. По стрельбе из пневматической винтовки и посол ГТО в Крыму Сергей Каспер. А на втором огневом рубеже Александр Лазейкин. Он выступал на Олимпиаде. Титулованные участники обязаны показывать высокий уровень. Хотя стрелять из автомата Калашникова и пневмовинтовки – большая разница, уверяют оба. Организаторы соревнований всегда так немножечко поднимают, накаляют атмосферу. Ну, конечно, да, оплошать не хочется, потому что как бы мастер спорта международного класса, но уже за плечами и нужно доказывать постоянно свой результат. Конечно, стрельба спортивная очень сильно отличается от стрельбы с боевого оружия. Но, в принципе, мы представление спортсмена имеем, что как делать, поэтому адаптируемся к поставленным задачам и максимально постараемся выдать положительный результат. Серьезно усложнил задачу звездным стрелкам и всем остальным участникам порывистый встречный ветер. Выстрелы приходилось готовить подолгу, а иногда организаторы вынуждены были прерывать стрельбу, чтобы лучше закрепить мишени. И, тем не менее, фавориты соревнования показали высокие результаты. И Каспер, и Лазейкин уже в первом упражнении уверенно превзошли отметку 90 очков. Время-то ограничено, невозможно стоять вечно и пережидать эти порывы. Вот, одно дело стрелять просто на поражение, да, какой-то большой грудной мишени. Ну, а здесь нужно попадать, попадать десятки, девятки. О высоком уровне стрельбы из автомата Калашникова говорит то, что некоторые участники на первом этапе вплотную приблизились к максимальной отметке 100 очков. Уверенную победу по итогам соревнования в сильнейшей группе одержала команда Крымского филиала Краснодарского университета внутренних дел. Серебряные медали достались Федеральной службе охраны, а замкнуло тройку призеров пограничное управление ФСБ. Следующим этапом Спартакиады станет соревнование по кроссу, которое пройдет в мае. А затем, также в последний месяц весны, крымчане выступят на турнире по служебному биатлону. Тарас Брезинский, Евгений Стариков. Служба новостей ТВ. Симферопольский район.